так приветствую всех на моем канале сегодня будет распаковочка не знаю немножко расскажу вам микроскоп заказал себе больше я буду рассказывать не по микроскопу а про его доставку и все остальное потому что я им сам еще не пользовался то есть смотрел я очень много обзоров разных микроскопов вот и очень много год я готовился к покупке микроскопа я микроскоп был простенький тем не менее принципе меня устраивал ну пришло время когда я очень много провожу времени за микроскопом решил я немножко апгрейдится то есть я очень долго выбирал и выбрал себе вот такой вот да это китаец но тем не менее посмотрел много тестов много сравнений с теми же мбс 10 ими вот которые считаются ну неплохие просветленная оптика неплохие микроскопы то есть этот миска микроскоп в разы вот превосходит чем тут же мбс 10 поэтому купил я его за 195 долларов микроскоп 45 долларов доставка и еще самое интересное то что я информацию смотрел смотрел искал искал так и не получил ответа ни от кого то есть это попал я на таможню продавец этот ставит на посылки с настоящую цену 195 долларов ставит естественно посылка попадает на растаможку на растаможки я заплатил 20 долларов 570 гривен то есть это около 20 долларов немножко больше там 21 22 доллара то есть попал я это украина растаможка попали в украине так вот сам наш микроскоп так давайте сделаю немножко светлее потому что как-то темно вот такой вот а само чудо это микроскоп до тяжеленький мелкая резьба так и так что у нас еще есть комплекте ну вроде кто так не поцарапаны ну повредить конечно в такой упаковке тяжеловато вот давайте попробуем так это у нас я так понял чехол то есть чтоб его накрывать пакетик это у нас на глазники такие вот комплекте резиновые вот такие не маленькие большие классные и это у нас сами линзы как им глазики как их назвать даже не знаю вот такие вот глазики все не повреждено все вроде кто вроде кто все упаковано по красоте отдельно вам нужно еще купить кромольеру вот чтобы установить этот микроскоп вот такая вот штука вот и кромольеру нужно ставить на какой-то штатив то есть я пошел немножко другим путем и купил себе вот такой вот держатель для телевизора до многие сейчас будут говорить что плохо микроскоп будет дрожать типа шататься ну я точно так почему я так себе сделал потому что был я у брата который использует уже около года такую конструкцию вот такого вот такая вот телескопическая рука ну и что вам скажу это все дело привычки то есть не нужно облокачиваться на микроскоп то есть если вы просто на него смотрите и не облокачиваетесь то в принципе никаких вибраций никаких нет у вас трясений там вот единственное что конечно выточили мне вот такой вот а шток здесь оденутся такие вот чехлы и этой всей сварки не будет видно вот так то есть это все защелкнется как-то там вот так вот и все одеваем ее на кромольеру вот и крепим крепим все это дело вот я решил как-то сделать так то есть сейчас я все это соберу закреплю вот так как то это выглядит вот так я закрепил вот его вот так вот он у меня то есть абсолютно без проблем он поднимается куда вам нужно поднимается опускается куда вам нужно крутится то есть достает реально куда вы хотите еще чем очень хорошо классно складывается то то есть сейчас одну секунду одной рукой неудобно то есть вот так вот он у меня оп и прячется прячется он туда и он мне там вообще не мешает здесь стоит ноутбук или я работаю а когда мне нужен микроскоп я просто беру его так вот вывожу разворачиваем и и можно работать значит картинка ну я если честно в восторге картинка очень сочная картинка вообще нет смысла ее сильно накручивать ну прям вот как настоящее так аж рукой хочется потрогать вот не знаю получится мне показать вам или нет подсветка могу вам показать вот подсветка то есть стоит практически еле еле то есть вот так вот немножко вы добавляете это уже достаточно то есть дальше вот так вот вообще смысла нету то есть очень сочная яркая картинка вообще нету смысла ее сильно накручивать вот такая вот картинка то есть видно все ну просто обалденно очень большое пятно то есть вот вам сим коннектор он абсолютно не то что легко вообще вот так видно вот тоже микросхема только уже 30 кратное увеличение вот сейчас я двигаю вот такие вот громадные элементы мне кажется 30 крат это уже 3x то уже за нато то есть для работы больше чем достаточно 1x то есть тоже абсолютно я не добавлял ни подсветки ничего абсолютно четко и классно и очень ярко все видно то есть разницы практически нету да когда я переключил с переключаешься единички на троечку тогда немножко нужно подстроить фокус ну совсем немножко там по крайнем случае 12 миллиметра не то вот как то так вот такой вот микроскоп у нас сегодня был то есть это конечно уже достойный такой вариант вот то есть кому нужен классный микроскоп не знаю кронштейн абсолютно говорят шатается но я глазами смотрю да конечно когда мобилка я к нему дотрагу из руки трясутся и все то вот оно изображение трусится но глазами я не дотрагусь до микроскопа и изображение абсолютно не трусится и классно и четко видно поэтому я считаю что такой кронштейн достойный можно покупать ссылочки будут на микроскоп под видео и на кромольер я выложу там где покупал и на подсветочку я считаю что это ну такой даже не знаю стоит ли он наживать словом бюджетный ну так скажем так один из недорогих микроскопов самый лучший из недорогих микроскопа ну принципе так вот он позиционировался во всех роликах видео я его смотрел он сравнивался там с десятками другими микроскопами то этот вот самый такой достойный за сравнительно небольшие деньги всем хорошего настроения подписывайтесь на мой канал пока пока удачи